друзья привет это оля привет привет я думаю многие меня уже знают многие уже пишут оля ты мне стала родная через эти видео да я вас друзья не знаю но вы меня уже знаете и я рада что вы меня знаете и и интересно то что предпоследних два эфира я выходила раз в неделю выхожу и как всегда на мне вот это вот кофточка это получается моя лаки счет моя кофточка в которой я наверно должна говорить то что я сегодня буду говорить и я не планировала сегодня выходить в эфир но вчера было воскресенье да утром я слышала на эту тему слышала проблему и мы как бы еще хотим запланировать радиопередачу насчет этого через месяц буквально вечером я получила очень длинное письмо когда я прочитала от женщины письмо у меня просто заболела душа и прямо сейчас у меня обеденный перерыв я не планировала записывать выходить в эфир с этим видео но прямо сейчас я получила письмо от женщины крик души и у меня нет выбора как говорить я буду говорить то что я слышу то что я понимаю то что я вижу то как я выросла и я вас просто попрошу и кто меня слушает и мужчина и женщина я вас просто попрошу поучаствуйте в этом видео а потому что именно эта женщина которая мне написала я знаю она тоже будет слушать это видео потому что написать за минуту за две а три предложения этому человеку не поможешь если ты будешь сидеть тыкать пальцем писать на телефон и поэтому я буду записывать это видео но я вас прошу всех поучаствовать и особенно прошу мужчин поучаствовать потому что женщины они я не знаю жизнь мужчин я не знаю с чем они сталкиваются какие у них проблемы советуется ли они друг у друга а просят ли они помощи но мы как бы работаем женщинами и когда я начала выходить в прямой эфир радиопередачи это само собой но когда ты выходишь прямой эфир и говоришь то что у тебя на сердце женщины они как бы дай конакт они слышат они понимают что ты что-то прошел и ты уже их понимаешь ты их можешь поддержать и начинают писать лично и смотрите что мне прямо сейчас пишет одна женщина у которой есть дети у которой есть муж буквально 10 назад мне написали она горит оля говорит я слушала твое первое видео где-то рассказывала как девочка ну она у меня на фейсбуке есть на ютюбе я рассказывала как девочку школе подростки ученицы очень над ней насмехались что она приносила скул ланч из ланч обед из дома мама и готовила они вот просто над ней издевались насмехались и как этот ребенок там уже эти еду перестал есть и исхудела и там чуть ли не умирала а папа с мамой все-таки не могли разобраться что происходит этому ребенку вся жизнь покалечилась потому что была очень низкая самооценка на ней издевались на ней насмехались она старалась другим угодить потом у нее и жизнь так дальше пошла ну короче можете послушать это она горит я тебя слушала и поэтому говорит я хочу тебе задать вот такой вопрос говорит душа вопьет я не знаю что делать очень огромные проблемы в доме с папой с мужем дочери сыновья ну вот у него старшие уже дети и младшие и особенно если папа слушайте просто она горит папа вот она горит любит раздавать приказы папа любит раздавать приказы из этого что выходит он кричит на детей он кричит на жену он кричит на дочерей этому учится сын сын начинает точно так же поступать нет уважения отца к дочерям к жене точно так же поступает сын врывается к старшей девочке без спросу без стука в доме ругань в доме доме крики а папа в кавычках верующий папа верующий а в доме вот идет вот это упреки оскорбления ссоры денег не дает одежду детям не покупает только раздает приказы кричит все ему не так наказывает что детям приходит уже не подвозит на машине что детям приходится пешком ходить и она просто говорит я не знаю что происходит дочери взрослые пошла просто коса на камень и мама говорит я хочу всем детям помочь и здесь уже конкретно идет война между дочерями которые хотят уйти из дому которые не хотят папу видеть и и уже старший сын поступает точно так же как папа и вот она мне прислала это письмо она говорит оля помоги оля помоги друзья я вас прошу помогите этой женщине разобраться и я очень сильно хочу чтобы сюда просто начали отвечать мужчины а потому что не каждый день ну очень часто я слышу от женщин оля невыносимо я забираю детей я уезжаю из дому чтобы только не слышать этой ругани это наши верующие папы я понимаю что есть разные жены я понимаю что есть непослушные дочери я понимаю другую сторону но именно в этот раз я хочу понять сторону папы я хочу чтобы об этом начали говорить мужчины потому что женщины мы вот всегда ко мне когда женщина обращается я всегда говорю восхищайся мужем люби мужа угождаем ему старайся чтобы в доме был мир и порядок но это когда я могу только женщине подсказать да а когда вот именно вот так ведет себя отец и на одной из радиопрограмм один на успешный бизнесмен он так сказал что а когда отцы они тоже проходят трудное время у кого-то банкротство кто-то теряет работу кого-то денег не хватает и не каждый человек умеет себя контролировать и он просто выходит себя у него срываются нервы и в этот момент жена если не сможет найти правильный ключ к этому мужу она уже горит я не выношу я буду с ним разводиться да очень часто девочки берут сторону мамы и здесь папа в таком ужасе в криках мальчики берут сторону папы девочки берут сторону мамы ну и конечно недалеко развод и я просто хочу у меня нет ответа на этот вопрос я не знаю но я слышу это очень часто и прошу поддержите меня пишите если у вас есть возможность выходите сами прямой эфир хотите пообщаться с этой женщиной лично я вам передам ее контакт если она согласится но я хочу что привести в пример я хочу показать хорошую сторону папы я приведу моего папу пример а папа я думаю самое большое что когда женится по любви муж и жена женится по любви я знаю мои мама папа они очень сильно любили друг друга в жизни случается все у них было четверо детей папа сильно ударяет руку у него образуется огромная опухоль на правой руке ему в 30 лет ампутируют правую руку остается молодая жена четверо детей и у мужа жизнь на волоске я была маленькой мне было три года ими я помню как мама каждых три дня два часа на электричке в одну сторону в другую ездила к папе в госпиталь она исхудалась а люди еще приходят вера верь бога исцелит твоего мужа другие приходят вы готовы к похоронам и я об этом тоже описывала в моей книге пазл илюши я помню я написала что любовь мамы она подняла папу она его исцелила он до сих пор живет ему уже 69 лет папа уже 38 лет живет без правой руки они еще родили шесть детей они верили что всех бог дал дал дает детей мы должны всех принять до 10 детей у нас папа мама самое большое они любят друг друга да мама у нас ей пришлось всю жизнь работать папы пришлось быть на пенсии но он никогда не сидел без дела он всегда ту ули пчелами занимался то о том и редиску выращивали тюльпаны он был как бы и с нами но он никогда не сидел он всегда что-то делал он всех нас поднял он каждому из нас как-то одной рукой он каждому из нас он смог купить приобрести машину отремонтировать каждому в приданное он дал машину когда мы уходили нас женились выходили замуж и счет деньги там на свадьбу отец инвалид отец 10 детей я никогда не слышал чтобы папа на меня кричал нам всегда хватало строгого взгляда отца он только строго на нас посмотрит и тебе уже просто плохо становится но папа нас очень сильно любил мама она работала ночами она работала три смены всегда маленькие дети грудью кормила да я понимаю мама уставала а папа он каждое утро просыпался рано я помню молодости ну куда я была да ну как бы не такая-то худая но он просыпался олечка покушать сделать мне хлеб сделать мне масло сделать не чаек он всегда меня в школу подвозил я помню когда мы были с молодежью а где-то там пойдем с молодежью там еще на украине снег на улице он выедет а у нас были жигули с фургоном он выедет туда на всех загрузит молодежь человек до 15 и развезет всех по домам да я не помню чтобы наш папа кричал ну да ну было иногда там он разлилут не то что разлиться но достанут нам крикнет уже да но на меня никогда папа не кричал может быть я была такая послушная не знаю вот у меня отец это просто пример любви я слышу от других женщин они говорят оля у меня не было примера любви отца у меня отец гонялся с ножом за мамой это неверующий отец да у меня отец убил человека мой отец был тюрьме я вышла замуж у меня муж почти такой же да и она горит когда я покаялась мне дни мне сложно принять бога отца мне сложно вот принять его любовь мне вот сложно просто вот как бы поверить что бог меня любит я просто хочу сегодня обратиться к отцам которые называют себя христианами которые верующие которые ходят церковь я дорогие отцы вот какая ваша роль орать на ваших детей гонять вашу жену давать приказы или так жить чтобы тебе дети с одного слова слушали чтобы тебе дети любили чтобы тебе дети уважали чтобы детям всегда хотелось быть с тобой меня папа каждый день обнимал он всегда мне ведь меня горит улечка как я тебя люблю папа меня обнимал даже больше чем мама потому что мама 10 детей она все всегда спирали старалась успеть а папа он очень он он щедро на улыбку он щедро на объятия он но всегда учил мы вырастали я работала помню несчастных 300 долларов месяца зарабатывала и я 300 и он говорит оля твои деньги мои деньги и я всегда играла папа не хочу себе туфли я хочу себе платье купить но поеду на 120 долларов куплю остальные ему отдавала и и здесь же поворачивая завтра европа дальние 20 долларов на бензин и вот так мы росли у нас не было ссор у нас не было ругани в доме но уважали родителей мы их любили и они нас любили они нас любили конечно из десятерых детей у нас были дети братья до с которыми папе пришлось повоевать которые потрепали нервы которые знаете как есть семье у каждой семье есть когда ребенок сойдет с пути божьего что-то где-то не так но этому всегда есть как какие-то корни и просто не мое дело учить отцов я даже не знаю что кому сказать я просто прошу отцы если вы готовы поделиться личным опытом хорошим и подсказать другим мужьям как правильно вести себя в доме и как правильно воспитывать дочери и сыновей я бы сильно сильно очень сильно хотел это послушать я готова пригласить вас ко мне на радиопередачу я я хочу чтобы голос возвышали мужчины ну что женщина она слабая но когда ты ее притесняешь когда ты ее не любишь она становится кто-то становится черствым кто-то становится просто закоснелым если человека не любить это самое хуже что можешь ему сделать если дочь отец не будет любить она себя будет чувствовать ничтожеством она себе и по жизни так пойдет она иначе найдет мужа первого папашу лишь бы сбежать из этого дома какая у нее будет жизнь мы родители мы должны в наших детей вложить любовь вложить самоуверенность вложить вот эту нормальную самооценку чтобы они себя любили чтобы они знали себе цену чтобы они могли правильного мужа жену выбрать да чтобы вот именно так же как она будет уважать своего отца она будет именно так же уважать своего мужа какой пример ей покажет мама и папа она точно так же будет жить в своем доме отцы я вас просто прошу под этим видео пишите звоните мне лично я вам дам телефон этой женщине я бы хотела чтобы наши папы услышали хороший пример хороший пример как быть хорошим отцом как быть отцом праведником как быть отцом не сломившимся в этой жизни как быть отцом уверенным в себе а как иметь вот это близкое общение с богом вот у меня вчера на передаче радиопередачи если вам интересно послушайте было лёня габришов который попал в страшную авто аварию и он горит у меня на теле можно сказать нету живого места но он живет верой для меня это был такой огромный пример бог ему дал жену бог ему дал восемь деток и он говорит я вот сижу ребенок играет на плейграунд упал ударился а я не могу стать ему помочь он еле еле ходит да и он говорит а я живу верой а я доверяю богу я говорю это же так непросто это же так непросто это же можно вот раз нервничать распсиховаться у меня нету здоровья и ничего не могу я не понимаю я там инвалид мне ничего не получается да а на рита я научился жить верой а у меня спокойствие а я знаю что бог позаботится это дети божьи он мне дал он за них и позаботиться я думаю каждому из нас особенно верующим людям надо учиться вот этого какого-то доверия богу а вот бог дал нам детей да у меня тоже дети подростки не всегда все легко бывает не всегда каждый день что-то происходит и я сама так же как и они я учусь жить мой муж учится жить мы учимся как расти детей подростков как их отпускать как начать их уважать как перестать на не кричать и тыкать пальцем и указывать они взрослые они взрослые как живу житься с вот этим взрослым ребенком в твоем доме и чтобы они стали с тобой до свадьбы чтобы ты им не воспротивилась чтобы они не покинули твой дом чтобы они не пошли жить где-то там с какими-то румейтс как с этим взрослым подростком а со взрослым уже с человеком 20-19 лет находить общий язык и самое большое вот как я всегда на свадьбах часто даю такой совет молодым людям примите друг друга такими как вы есть и не старайтесь друг друга изменить если вы выходите замуж за этого человека будьте готовы жить именно с таким ты его не изменишь если он только сами измениться да и ты можешь изменить человека есть ты будешь просто красиво уважение будешь говорить ну слушай ну зачем ты это сделал пожалуйста может в следующий раз это положить сюда да ну занимает годы пока там муж или жена когда вот подка перестроиться начнут тебя уважать именно человек будете уважать и любить если он тебя любит и он послушает и он будет делать да точно так же наши дети взрослые они со своими характерами у кого-то в комнате чисто у кого-то в комнате вечный бардак кто-то тебя с первого слова послушает а кто-то тебе 25 раз перескажет докажет не послушает на своих ошибках будет учиться будет очень тяжело учиться отец отца и мать не будет слушать но такого же ребенка надо продолжать учить у любить правильно этого ребенка надо продолжать любить и хорошего ребенка надо продолжать любить и вредного надо прожать любить и того кто тебе насолил и того кто тебе шкоды наделал да мы родители самое большое самое тяжелое это работать над собой и учиться как любить этого 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 легко любить ребенка который послушный да а А попробуй любить ребенка, который тебя не послушает, который с тобой вот просто в ответ тебе все ему не так, и кричит, и не послушен, и поздно домой приходит. Как находить это душевное спокойствие, чтобы нам не раздражать детей наших? Чтобы нам не раздражать детей наших. И отцы особенно, я понимаю, что на них лежит великая ответственность, не так даже за сыновей, как за дочерей. Об этом Библия учит, да? И говорит, что там не показывай своего веселого лица дочери твоей. Да, ты должен быть строгим, но ты должен очень сильно ее любить, ты должен ее оберегать, ты должен ее наставлять, чтобы эта дочь всегда знала, что папа за меня, что папа за меня заступится, что папа не отдаст меня нехорошему парню. Я, может быть, поставлю ссылку под этим видео. Моя первое интервью вообще-то, вот год-полтора я уже веду радиопередачи, но первое мое интервью это было с моей тетей, со Светой Ряполов. У нее шесть дочерей, и самый последний мальчик родился. И мы записали такое видео, как успешно выдать дочь замуж. Я поставлю ссылку сюда, и кому интересно, у меня есть ютуб-канал Олга Онищенко, и русский-американский канал есть. Очень много радиопередачи, очень много людей делятся жизненными историями. Просто вас приглашаю, я просто это делаю, чтобы помогать другим, и сама очень много учусь. И я помню, когда мы записывали это интервью с моей тетей, с тетей Светой, она всегда рассказывала за своего мужа, дядя Женя Ряполов, говорит, он, говорит, был такой cool guy, его любили, дочери его любили, но она говорит, они его всегда боялись. Он был такой funny guy, молодежь всегда, парни к ним приезжали, девочки же вырастали, женихи приезжали. Она говорит, я всегда старалась, чтобы молодежь ехала ко мне. Говорит, что я буду переживать, где-то там рестораны будут, и, ну, ездить. Они девочки год за годом, говорит, каждое воскресенье под собрание к нам приезжали парни, молодежь. Она говорит, мы всегда старались быть дома. Говорит, я была им подругой, я просто была им подругой. И, говорит, мой муж, он, говорит, всегда, ну, улыбался и шутил, и такой был cool guy. Но девочки его уважали, они его боялись, они всегда старались угодить папе, да? И папа этот всегда, вот, когда приходили парни домой, он всегда был дома, посидит, покушает, пообщается. И потом девочкам говорит, от этого сторонись, а вот это хороший мальчик. А поэтому сразу видно, что он использует наркотики, или курит, или обманывает, или гордый. И вот именно папа помогал дочерям выбирать правильную дорогу, за кого замуж уходить, за кого замуж не выходить. И она говорит, мы всегда старались дружить с нашими детьми, и это баланс надо уметь. Ты должен дружить с ребёнком, но в то же время одержать, напоминать им то, что ты отец, то, что ты мать. И ты должен знать, как себя вести. Я считаю, нам больше ответственности лежит работать над собой. Над собой. Не над нашими детьми, а над собой. Как правильно учить? Что говорить? Где промолчать? Где не разозлиться? Где не сорваться? Где не накричать? Что сказать? Нам надо работать над собой. Я помню, было время, когда детям уже 19-20, как-то другая жизнь. Когда им было 14-15, я помню, уже были пару моментов, что я просто настолько, они меня доставали, что я просто из себя выходила. Я помню, в детстве, когда дети маленькие были, настолько нервы вытрепаешь, что ты думаешь, уже или прибью, или надо закрыться в комнате. Пойду в комнате, закроюсь, плачу, молюсь. А если не контролировать себя, то, может, детей прибить. Я помню, когда уже подростки были, так злят, что просто на них накричишь, уже дети стоят тебя, боятся. И я уже поняла, что я не могу так. И вместо того, чтобы кричать, я просто уже начинала плакать. Я говорю, дети, у меня, говорю, мне очень тяжело. Я не знаю, как вас воспитать. Я не знаю, как вас научить. У меня сегодня тяжелый день. А даже часто я приходила с работы, вот знаете, вот вымотают нервы на работе. Ты придешь, никакое безустроение, а дети сразу думают, а что с мамой? Я сразу старалась наперед говорить, это не ваша проблема, я на вас не обижаюсь. Просто у меня тяжелый день, просто ставьте меня в покое, дайте мне просто как-то в себя прийти, да? А очень часто есть отцы, матери, приходят домой, на работе нервы им там потрепали хорошо. И они вот эту всю злость приносят домой. Орут на детей, срываются на жен, срываются на мужей. Друзья, нам надо учиться жить. Учиться жить. Если ты женился, дорогой папа, да? Если у тебя есть жена, если у тебя есть пятеро детей, еще во многих семьях есть дети, инвалиды. Я не знаю, как папам, но я думаю, каждому надо учиться жить. Учиться любить детей, учиться их уважать, учиться на них не отрываться, не кричать и не делать свои правила, не раздавать приказы. Во-первых, в доме должна быть любовь, должна быть дружба. Должно быть интересно быть в этом доме. Каждому, чтобы хотелось идти сюда домой и посидеть в уюте, в теплоте, в чистоте. Там, где тебя любят, там, где тебя поймут, где тебя высушат. Вот туда будут спешить дети. Недавно я встречалась с семьей. Жизнь свела с девочкой, которая сбежала. Сбежала из дому материнского. Мама не знает, где она находится. Она побежала по всей Америке. Здесь находится, здесь находится, здесь находится. А это мама ищет ее, да. У меня была возможность с этой мамой поговорить. Разговор был очень неприятный. И она так орала в трубку. Я уже тогда говорила, что я держала трубку на два метра. И я сижу и думаю, боже мой, если я тебя не могу пять минут послушать, как твой ребенок будет жить в твоем доме? И я считаю, когда дети убегают из дому. И как вчера мы говорили в радиопередаче, когда дети уходят в мир. Я думаю, что все-таки вина лежит на родителях. Не на детях, дорогие друзья. Не на детях. Вина лежит на родителях. Я не знаю даже в какой степени мамы, скорее всего на папе. Как ты проклинаешь своих детей? Что ты говоришь в их адрес? А вот пойдете, а вот это, вот это, вот это вам будет. А вот посмотришь, вот такая у тебя жизнь будет, да? Да, я слышала это. Слышала, видела, как отцы орут. Я понимаю, что когда есть отцы, у которых диабет от стресса, которые на таблетках. И часто на таблетках у человека просто сдают нервы. И от таблеток человек становится нервный, да? А может у кого-то какая-то зависимость. А может у кого-то какие-то грехи тайные. И человек просто не может контролировать. И вот этот гнев выливает на своих детей. И что мы потом будем ждать? Какие у нас дети будут? Не знаю, кто слушал это видео от начала, я вам благодарна. Кто подключился в конце, предлагаю вам семью сначала прослушать. Но прошу особенно отцы, услышьте меня. И я говорю это от имени матерей, которые мне пишут. Которые пишут мне лично. Которые пишут мне огромные длинные мессенджер-тексты. Которые плачут. И она мне говорит, Оля, что мне делать? Оля, что мне делать? Оля, что мне делать? Откуда я знаю, что ей делать? Откуда я знаю? Это все ключ берется от начала. Это ключ берется от начала. Нам надо просто-напросто научиться любить друг друга. Если ты хочешь иметь детей, научись любить своих детей. Если ты хочешь жениться, научись любить свою жену. Если ты хочешь иметь семью, постарайся о том, чтобы у тебя была хорошая работа, чтобы у тебя деньги были. Если ты хочешь замуж, научись, как уважать своего мужа. Научись любить свою жену. Научись любить своих детей. Если ты рожаешь детей, подумай, как их воспитать. Родить детей это еще не все. Как я часто, я поняла, я помню, когда у меня умирал сын, и когда я вообще по-новому на всю жизнь построила, я думала, проходить церковь всю жизнь, просидеть на скамеечке, на юбке, в косынке, на рожать 10 детей, это ещё не всё. Это ещё тебя не спасает. Точно так же и папу не спасает. Жена, ноги в венах, у неё сердце уже останавливается, у неё выкидыши, а папа продолжает рожать детей, да? Это ещё не конец, дорогие друзья. Нам надо этих детей любить. Это самое большое, что мы должны делать. Мы должны их любить. А любить непросто. Любить непросто. Покрывать ошибки непросто. Принесить деньги домой и кормить непослушного ребёнка непросто. А если у нас дети уходят из дому, если они от нас отворачиваются, это не плохой ребёнок, это наша вина. И я просто, я говорю, это крик души моей, это крик души материи, которые обращаются ко мне. И я сильно прошу, чтобы это видео вы делились, чтобы это видео слушали отцы, чтобы это видео особенно слушали отцы в кавычках, которые умеют красиво проповедовать, красиво с Библией сидеть на лавочке в церкви, нарожать 10 детей. А в доме дети не хотят находиться, потому что папа тиран, папа орёт, папа даёт приказы, папа выгоняет из дома, папа проклинает, и папа строго наказывает. А я считаю, что это не папа. Папа, который любит. Папа, который не доспит, но тебе машину сделает одной рукой. Папа, который тебе деньги даст на свадьбу, папа, который тебя каждый день будет обнимать. И говорит, какая ты мне красивая, какая ты мне хорошая. Ух, какая же ты мне хорошая. А какой ты вкусный борщик сварила. А у тебя борщик сегодня получился даже вкуснее, чем у мамы. Моя мама работала всю жизнь. Я помню, я в 10 лет борщи варила. У меня обнимет, говорит, а тебе вкуснее борщ. Я знаю, что мой борщ не был вкуснее. Но я знаю, это то было, это любовь отца. Отцы, я вас просто прошу от имени всех матерей, которые сегодня плачут. Вчера мне писала одна тоже. Папа, говорит, начал баловаться спиртным. А можно. А потом ушел из церкви. Обида на всех. На всех, на всех. Обида на детей, обида на жену. И в конце он говорит, а я жить не хочу. Я с тобой развожусь. После долгих-долгих-долгих лет свадьбы, брака. Друзья, как нам надо над собой работать. Контролировать себя. Если какая-то обида закралась, сразу же с ней разбираться. А не тянуть это 30 лет. Потому что эта обида маленькая. Вырастая в большой снежный ком. И потом тебе все становятся плохими. Все становятся твоими врагами. И тебе жить не хочется. И я знаю, что это одна из причин. Почему человек становится нервный. Почему его все раздружает. Почему ему кажется, что его никто больше не любит. Часто даже родители старости не могут умереть. Они не верят, что их дети любят. Они не могут простить. Они не верят, что им прощают. Друзья, все, что мы сеем, мы то и будем пожинать. Вот мне пишут. Оля, моя мама нас проклинает по сегодняшний день. Страшная клятва. Но я молюсь за нее. Друзья, я вас сильно прошу. Просто делитесь этим видео. Может быть, пишите ваши отзывы. Пишите ваши уроки жизни. И особенно прошу, мужчины, поднимайтесь. Поднимайтесь и учите других мужчин. Наставники, поднимайтесь. Учите молодых парней. Учите других мужчин, как им жить. Как любить своих жен. Как любить детей. И как дарить детям своим хорошую надежду. И хорошее будущее. Да, конечно, болезни у нас. Вчера только читала, что болезни у нас. Начинаются от того. Отряда с тобой живущего человека. Когда человек тебе клюет. Когда человек тебе проклинает. Когда человек тебе жить не дает. Вот отсюда и вылазят у нас все болезни. Во-первых, нам надо себя защищать. Мы не имеем. Нас никто не имеет права обижать. И детей наших никто не имеет права обижать. Это дети Божьи. Родители не имеют права обижать детей. Так что, во-первых, друзья, дорогие. Я хочу самое большое сказать. Защищайте себя. Не давайте никому срываться на вас. Кричать, обижать и тем более бить. Потому что я знаю, словесные оскорбления еще больше болят, чем телесные. Ищите защиту. А те, кто распускает кулаки и слова свои плохие выбрасывают. Просто прошу вас, покайтесь, дорогие друзья. Потому что от этого будет покалечена жизнь ваших детей. От этого будет плохое здоровье у вашей жены. И я слышала тоже не раз, когда жена слегла в кровать. Он говорит, а зачем ты мне надо? А зачем ты мне надо? Всю жизнь кричал на нее, бил, гонял. Здоровье все у жены пропало. И в конце он говорит, а зачем ты мне надо? Тогда жены наперед подумайте. А зачем? Он вам надо такой. Стойте за себя с первых дней свадьбы. Стойте за себя. Знайте себе цену. Вас Бог сотворил по образу и подобию своему. И вы дочь Бога. Вы дочь царя. То же самое к мужчинам относится. То же самое к детям. Мы не имеем права обижать друг друга. Ну все. Я буду заканчивать. Мой обеденный перерыв закончился. Кто-то кушает физическую пищу. А я делюсь тем, что у меня на сердце. И это не мое личное. Это то, что я слышу. Это то, что я читаю. Мое сердце болит. И надеюсь, что вот это видео полетит по миру. Надеюсь, что вы, друзья, будете тоже участвовать. Надеюсь, что вы, отцы, задумаетесь. И надеюсь, что поднимутся наставники сильные. Может быть, побольше проповедей из проповеди будет звучать отцам, как надо любить. В Библии написано, мужья, любите своих жен. И не будьте к ним суровы. И вот именно вот эта женщина, которую мне написала сегодня, и вот этому мужу, просто выпишу стих этот из Библии, с самыми большими буквами. Повесь на стене и напиши. Мужья, любите своих жен. И не будьте к ним суровы. Любите своих детей. И не будьте к ним суровы. Если ты папа, будь настоящим папой. Будь настоящим папой. Все. Пошла я на работу. Спасибо всем, кто участвовал, кто пишет. Я почитаю позже. Вы продолжайте писать. Продолжайте общаться. Продолжайте. Делитесь этим видео. Я вас просто прошу, друзья, помогайте друг другу жить. Делитесь опытом. Делитесь уроками жизни. Помогайте друг другу жить. Учите друг друга, как любить. Все. Люблю вас всех. Обнимаю. Пока. Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга – история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги – Ольга Онищенко. Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга. И пройдя тяжелые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360 521 92 40. Книга также издана на английском языке. The Puzzle of Elijah.